МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробно обо всем самочувствии, экономике, прогнозы на ковидные ограничения и вакцинации от коронавируса. Большая пресс-конференция Рустама Миниханова. Есть отрасли, которые не только не упали, но и выросли. Груды мусора, непередаваемый запах в подъезде и бездомный человек, который поселился в электрощитовой. Жители просят навести порядок в подъезде. У коммунальщиков своя версия происходящего. А тот мусор, который находится в приямке, это дело рук жителей этого дома, который кидает бумагу. О чем мечтают дети? Более 100 имен на елке желаний. Кто станет волшебником для них? Все-таки это Новый год, это волшебство, и мы дарим им подарки. В студии Дианы Янтимировой это главные новости Альмитиска. Здравствуйте. Рустам Миниханов подвел итоги года на большой пресс-конференции. Глава республики дал свою оценку тому, как Татарстан пережил время коронавирусных ограничений. Без потерь не обошлось, в первую очередь финансовых. Дефицит бюджета республики в этом году составит 48 миллиардов рублей. Тему продолжит Татьяна Леонтьева. 2020 год Татарстан завершает с большими потерями в доходной части бюджета. Об этом заявил президент республики Рустам Миниханов. Дефицит бюджета в этом году, по прогнозам, составит 48 миллиардов рублей по отношению к прошлому году. Но есть и рост в промышленном комплексе. Это и ограничение по добыче, согласно АПЕК+, это и снижение спроса на нашу продукцию, как машиностроительную, так и нефтехимическую. В то же время есть отрасли, которые, скажем, КАМАЗ работал великолепно. Нефтепереработка, она с ростом. Агропромышленный комплекс с ростом. То есть в то же время есть отрасли, которые не только не упали, но и выросли. Миниханов добавил, что далеко не все сферы малого предпринимательства пострадали от пандемии. Из-за коронавируса закрылось 2% субъектов малого бизнеса. Эта цифра меньше, чем в целом по стране. В тяжелом положении оказалась система гостеприимства. Ей будет оказана поддержка. Туризм ограничен, культурные мероприятия ограничены, спортивные мероприятия ограничены. Тем не менее, в рамках наших возможностей мы все это реализуем. Рустам Миниханов отметил, что ряд весенних ограничений можно было избежать. В особенности в части образования. Были плюсы, были минусы. Я считаю, что школы мы зря перевели на дистанционку. Мое мнение, оно однозначно. Дети должны ходить в садик, школьники должны ходить в школу. И вот наша работа после всего этого показывает, что при соблюдении всех норм требований санитарных никаких сложностей в этом нет. За 2020 год Татарстану удалось выполнить все региональные программы, в том числе по национальным проектам. Все намеченные наши планы по 50 нашим региональным и по национальным проектам тоже реализованы. Во-первых, огромное спасибо президенту страны, его поручение поддержать регионы. Обсудили на пресс-конференции и вакцинацию от коронавируса. В республике продолжает прививать жителей вакцины «Спутник В». Она поступила в Татарстан в количестве 3000 доз. Однако сделать прививки смогут не все. В Альметьевске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на антисанитарию в своем подъезде. Говорят, весь мусор здесь от бомжей. С ними не согласна управляющая компания. На этот счет у нее своя точка зрения. А мусор под ногами продолжал лежать, пока мы не организовали выезд в этот дом. После появления нашей съемочной группы в подъезде стало чисто. Как это было, расскажем далее. Бомж у нас там живет? Бомж живет? Да. Мы уже сколько его и прогоняли, и все. И пожар был, и пожарное вызывали. В доме 73 по улице Ленина периодически живет бомж. Так говорят жильцы. В электрощитовой, которая расположена в подъезде, накопилось много мусора. Жильцы опасаются за пожароопасную обстановку и антисанитарию. Стойкий запах стоит в подъезде и пробирается в квартиры. Стоит только открыть входную дверь. Во всем винят бездомного гостя, которого нам встретить не удалось. Мы его, главное, не видим. Но, главное, все это происходит. Когда пожар был, мы вызвали пожарных. Троих оттуда вытащили. Они там, видимо, пьянствовали, сидели, курили, и загорелся у него там. И подушки какие-то, и все там. Электрощитовая находится прямо под лестницей, огорожена решеткой. Висит замок, посторонним вход запрещен. Но так, по словам жителей, было не всегда. Раньше закрывался на замок, а потом замок убрали, потому что пожароопасно. Вот так мусор кидает и загорается. Несколько раз так загоралось. Там жили бомжи. Их пытались выгнать. Участкова говорила, мы их выгоняем, они снова приходят сюда. Обслуживает дом управляющая компания «Алсу». После нашего звонка мастеры-дворники оперативно в течение часа прибыли на место. И здесь, на месте, озвучили свою версию происходящего. По словам коммунальщиков, бездомные в этом подъезде не появляются. А мусорят сами жильцы. А тот мусор, который находится в приямке, это дело рук жителей этого дома, который кидает бумагу, рекламные вот эти все, всякую рекламу, бутылки. Окурки, все это сбрасывается в приямок. Конечно, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. И хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они не бросали себе под ноги вот этот мусор. Теперь в доме номер 73 на улице Ленина стало чище. А вот надолго ли покажет время. В Татарстане COVID-19 подтвердился еще у 103 человек. Только один диагноз – завозной. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в Казани – 51 случай. В Альмитинском районе новых случаев за минувший день нет. Всего за время пандемии COVID-19 в нашем городе подтвердился у 225 человек. Всего в республике зарегистрировано 12 583 случая коронавируса. Выздоровело 10 574 пациента. Из них 19 за последние сутки. Если пропустили новости в эфире, их можно посмотреть в интернете. Сканируйте QR-код камеры своего смартфона, чтобы попасть на сайт Альмитиск ТВ. Там размещены еще больше новостей, оперативная информация, подробности происшествий, афиши и полезные материалы. Связаться с нами просто. Написать нам можно в наших группах в соцсетях. Комментируйте выпуски, материалы. Пишите о проблемах, делитесь историями и новостями. Нам важна обратная связь. Это еще не все новости. Продолжим во второй части выпуска. И вот его основные темы. Европа в русской деревне. Яркие фотозоны, быки, снегурочки и снега. Жители украшают сельские улицы. Чему в комментариях удивлялись пользователи? О чем мечтают дети? Более ста имен на елке желаний. Кто станет волшебником для них? Жители села Альмитиского района активно готовятся к Новому году. В своих аккаунтах, в соцсетях они выкладывают, как украсили сельские улицы. Пользователи комментировали пост и хвалили мастеров, изготовивших фигуры. А кое-кто удивлялся, что в селе выпало много снега. В Сиренькино слепили двух синих снеговиков. А еще соорудили елку, зайца и символ следующего года – быка. На улицах села Новая Каширова тоже появились бык, снегурочка и Дед Мороз. А в русском акташе соорудили настоящую уличную фотозону около Дома культуры. Там есть бык, около которого можно посидеть на диване и снежные фигуры. В комментариях подписчики также писали, что авторы фигур молодцы и поздравляли друг друга с Новым годом. Исполнить заветную мечту детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут руководители организации, депутаты и простые жители. 24 декабря в Альметьевске стартовала акция «Елка желаний». У нас сегодня проходит всероссийская акция «Елка желаний», в которой вы можете принять участие и подарить ребенку любой подарок. Двухметровая елка в здании Альметьевского исполкома. На ней около 100 открыток и в каждую имена детей. Эти ребята из малообеспеченных семей. У многих родителей нет возможности приобретать им подарки. Но любой желающий может подарить им новогоднее чудо и стать участником акции «Елка желаний». Мы помогаем таким детям. Все-таки это Новый год, это волшебство. И мы дарим им подарки. Возможно, это сладкие, возможно, это какие-то игрушки. Здесь каждый по желанию выбирает, что подарить ребенку. Но самое главное – это внимание, ведь ребенок нуждается в общении, в внимании. Чтобы исполнить чью-то мечту, нужно снять открытку из дерева. В каждой указанной имя, возраст ребенка и контакты родителей. А волонтеры запишут данные благотворителей. В этом году получат свои подарки около 100 детей из Альметьевска и сельских поселений района. До 31 декабря нужно будет вручить этот подарок. И если можно, сделать фотографию, направить нам в наши социальные сети. Акция продлится до 28 декабря, а вручить подарок ребенку нужно до 31 декабря. Рината Саидгораевич, Альметьевск ТВ. С завтрашнего дня в республике начинает действовать особый противопожарный режим. Что это означает и почему его правила лучше не нарушать. Об этом будет новый выпуск передачи «Городская среда». Начальник отдела надзорной деятельности Равиль Хусаинов приведет примеры, когда неосторожное обращение с фейерверками серьезно омрачало новогодние праздники. Смотрите в пятницу в 14.30 на нашем канале. В воскресенье в Альметьевске пройдет заключительная экскурсия 2020 года от проекта «Сказки о золотых яблоках». Она начнется в 13.00 около Мурала, 5 чайников, на улице Бегаш, 123. Гид проведет прогулку по работам участников лаборатории «Фрукты». Эти арт-объекты настолько вписались в городской пейзаж, что их будет непросто найти. Именно этому и научит экскурсовод замечать красоту в привычных местах. Гид расскажет, какие истории хранят маленькие арт-объекты, в чем ценность их короткой жизни и как они противостоят ЖКХ. Организаторы сообщат, что с того момента, как в Альметьевске начали проводить экскурсии, гиды не пропустили ни одной встречи с желающими. Были конкурсы, исследования новых маршрутов, прогулки, езда на велосипедах и рассказы интересных историй. И о спорте в завершении. «Нефтяник» одержал победу в матче с «Казанским Барсом». Более точные комбинации поначалу получались у игроков казанской команды. Этому способствовали в том числе и удаление игроков «Нефтяника». Первый из них на 11-й минуте встречи «Барс» реализовал. Во второй и третьем матче соперник увеличил свое преимущество. Альметьевцы забросили свою первую шайбу на 38-й минуте со счетом 2-1. Команды отправились на второй перерыв. В третьем отрезке «Нефтяник» забил второй гол, но не прошло и четырех минут, как «Барсы» снова вышли вперед. В завершении встречи после удаления капитана «Барса» альметьевцы сначала сравняли счет, а после вышли вперед. Матч закончился со счетом 3-4. 25 декабря «Нефтяник» сыграет с «Дизелем». Какой будет погода в ближайшие сутки, расскажем прямо сейчас. В Альметьевске в пятницу будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12 градусов, днем минус 9. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололеется и снежный налет. Альметьевске в пятницу. Заходите на наш сайт. Также приглашаем вас в интернет-сообщество. Мы есть везде. Чтобы оперативно узнавать о происходящем в городе, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а номер WhatsApp вы можете сохранить к себе в смартфон, чтобы всегда быть на связи с нами. На сегодня это все новости. Всего доброго и до встречи.